Джозефа Кошта Джозефа Кошта Для лучшего понимания этой работы обратимся к мифу о пещере Платона. В этой аллегории узники, заточенные в пещере, проводят жизнь, наблюдая за тенями проносимых мимо входа в пещеру предметов. Пещера олицетворяет собой чувственный мир, в котором живут люди. Подобно узникам они полагают, будто благодаря органам чувств познают истинную реальность, тогда как материальный мир есть всего лишь тень, отбрасываемого миром эйдосов, истинных сущностей вещей. Так, каждый стул, на который мы можем сесть, по Платону является несовершенной копией, тенью эйдоса стула. Ведь, какими бы они ни были непохожими друг на друга, мы безошибочно узнаем в них стул. Но такой же тенью является и слово «стул», и даже его фотография, ведь это всего лишь инструмент, позволяющий нам найти путь к сущности вещи. Заставляя нас задуматься о связях между концепциями и их воплощением, Кошет уходит от традиционного восприятия искусства. Мы привыкли, что произведение искусства – это в первую очередь материальный объект, будь то живопись или скульптура, а для Кошетов искусство – это в первую очередь идея. Как объяснял художник и теоретик Сол Левит, концептуальное искусство создается для того, чтобы взаимодействовать с сознанием зрителя, а не с его глазами или с эмоциями. Еще лучше понять эту идею поможет картина вероломства образов Рене Магрита. Надпись под изображением – это не трубка – сбивает зрителя с толку. Несмотря на то, что работа Магрита предшествует концептуальному искусству, по замыслу она похожа на один и три стула Кошета. Однако ее живописная форма еще больше запутывает зрителя, привыкшего воспринимать картины глазами, а не сознанием. Кстати, поскольку смысл работы Кошета не привязан к конкретному стулу, его работа воспроизводилась не один раз, обычно с разными моделями. Классическая версия находится в собрании Момо в Нью-Йорке, а вот как выглядят версии, хранящиеся в центре Помпиду, Музеи искусств Далласа и Национальной галереи в Берлине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...